доброго времени суток мои котики с вами мантеич и сегодня эх поговорим про стиль на самом деле я не просто так с потолка взяла эту тему мне достаточно часто пишут что у меня достаточно узнаваемый стиль я не очень в это верю если честно ну точнее как я не очень верю в то что он очень узнаваемый но в то что у меня есть определенный стиль я верю и я это знаю и это вообще стандартно для всех художников причем даже если вы очень начинающий художник скорее всего у вас уже проклевывается ваш стиль вы можете это не сразу заметить вы можете это не заметить даже до очень поздних стадий к слову да но это отличительная черта того что у нас у всех по-особому построено видение мира и по-особому построено опять же то как мы держим карандаш или ручку то как мы используем или сочетаем те или иные цвета и это одна из тех частей из-за которых я не верю что ну стиль можно сплагиатить то есть даже если я при всей там при всем своем желании стараюсь сплагиатить там какой-то как ну вот какой-то вот стиль у какого-то художника да то у меня мало вероятно получится если же мы говорим про мультипликацию да про какую-нибудь массовую мультипликацию типа там диснея или мультсериалов особенно где стили достаточно упрощенный вроде симпсонов то там стиль это не совсем стиль художника нужно понимать причем я это говорю не просто так я сейчас будет очень грустный момент но дело в том что человек который создал джонни браво и вместе с ним достаточно много персонажей на cartoon network основе прекраснейший дядечка художник он поляк по национальности если я правильно помню так вот он приезжал к нам на комик-кон за год до того как он отправился в лучший мир мне довелось с ним познакомиться и мы даже у него покупали оригинальные скетчи джонни браво ну то есть у меня партнер мой является достаточно большим поклонником как я уверена многие мальчики которые выросли на этом на этом мультике в том числе да если честно я сама мультик всегда находила достаточно забавным я не находила его каким-то отвратительным и я до сих пор не нахожу его каким-то отвратительным я просто нахожу его достаточно глупым но на этой глупости построен его юмор но опустим так вот скетчи наброски да они очень сильно отличаются от того что потом пошло в конвейер вот и и что в итоге вышло на экран то есть на экран выходит что-то вырезанное что легко анимировать а это как правило получается как раз таки отличительная черта то есть чтобы было легко анимировать должно быть легко скопировать и я это говорю не в плохом смысле это это прекрасно потому что это дарит нам красивейшую анимацию но при всем при этом нужно понимать что даже за студии дзибли есть этот момент что персонажа которые активно анимируются их должно быть ну во первых у тебя должны быть талантливые художники в студии а во вторых там все-таки упрощенный стиль который именно нужно копировать особенно особенно вот когда давно дав все кадры там вручную отрисовывались ну того же диснея допустим и в результате то что мы видим как анимационные стили то есть это тот же там блин мне хочется сказать джей тикс а ладно мне хочется сказать джей тикс фокс кидс то есть ну я я настолько старая вы не обращать внимание мне так вот то есть то мультипликация на которой там я выросла например 2d мультипликации именно она узнаваемая но при всем при этом ее достаточно легко скопировать то есть тех же там power puff girls до тех же тут же дисней то есть это стили в которых достаточно легко рисовать если мы говорим про классический дисней да я сейчас не про 3d вот и тем не менее меня саму достаточно часто спрашивают да как я нашла свой стиль кто-то даже восхищается моим супер ровным лайном гордость моя но на самом деле я не очень горжусь своим line мне кажется что там еще очень много работы но я думаю что это косяк каждого художника видеть свои косяки вот я периодически пробую там новые кисти опять же для line of это все ну эксперименты эксперименты это классно пробовать новые кисти классно я знаю в принципе что мне базово нужно для моего line и пытаюсь его просто улучшать со временем иногда получается иногда не получается у меня очень много недоделанных работ которые не получились именно из-за того что я взяла не ту кисть для line вот но вопрос в том зачем нам вообще все это зачем художнику уникальный стиль то есть он у меня может быть люто уникальным но что в этом такого я уже говорила на канале что уникальный стиль это очень большой факт который поможет вам найти постоянных заказчиков то есть когда человек приходит к вам именно за вашим стилем и это не единичный какой-то случай там меня грубо говоря или какого-нибудь пети до в индустрии очень часто у художников постоянные заказчики базируются именно на том что им нравится стиль конкретного художника и это простирается вплоть до классического искусства до до картин то есть когда там коллекционеры скупают конкретные картины конкретного художника потому что им вот вот запало поэтому поэтому я исключительно за то чтобы прорабатывать уникальность свою собственную ну в любом случае нужно прорабатывать как человека тоже в таком мире живем как говорится вот вы не обращайте на меня внимание я так я дрейфую от темы это абсолютно нормально сегодня понедельник у меня настроение дрейфовать и вставать короче отходить от темы рассуждать всяком философском я за окном дождик у нас холода похолодало до противного жуть но да не суть сегодня о стиле да ну так вот как же прорабатывать уникальность своего стиля да ну допустим вы начинающий художник вам кажется что ваш стиль он такой вообще не уникальный сразу скажу что до того как вы сядете сядете работать над уникальными моментами того как вы рисуете нужно знать азы то есть не делайте упор на авторский стиль пока вы не уверены что у вашего персонажа все клеится друг с другом то есть смотрите я не за то чтобы сейчас все дружно садились и начинали учить академ это ну может быть бесполезно для вас но нужно понимать что анатомия вашего персонажа или ваших персонажей должна работать в голове у смотрящего на них человека то есть не должно возникать вопроса а ну почему позвоночник и руки типа не это не коннектятся ничем то есть вот вот такой вот фактор то есть вам нужно продумать скелет вашего персонажа как он построен и сначала нужно научиться именно этому до выбирать ему форму и так далее а потом уже переходить за уникальным стилем это можно делать параллельно но чаще всего не работает это я говорю на своем на своем личном опыте на опыте с с лу где у меня вроде как все клеится но все еще прилетают вопросы потому почему у рыбы льва львиный хвост ну типа а какую задачу он выполняет в ее повседневной жизни и это тоже важный ответ когда вы работаете над своими персонажами прежде чем работать над стилистикой то есть ваш персонаж должен быть логичным он может быть люто странным он может быть ну я не знаю он может быть абсолютно поломанным да в рамках традиционного мировосприятия но у него должна быть какая-то своя она там анатомия и функционал то есть все что он собой представляет должно для чего-то быть и у вас в голове это для чего-то должно быть и должно стоять прежде чем уникальность стиля в котором персонаж выполнен и вот тогда получается очень классная работа абсолютно честно откровенно говорю сейчас получаются очень классные работы получаются очень уникальные персонажи и у зрителя до аудитории не возникает вопросов к этим персонажам потому что ну как правило какой-то негатив возникает из вопросов когда непонятно вообще чё это чё с этим персонажем не так вот ну и соответственно будет вы проработали то что вот ваш персонаж он вот такой вот поэтому и теперь нужно работать над стилем что вообще делать чтобы работать над стилем сразу скажу ваш мозг над вашим стилем работает на заднем плане постоянно мы живем в мире где мы постоянно поглощаем визуальную информацию это и ваш мир вокруг то есть вот вы вышли из дома грубо говоря вы увидели там классно засохшие засохшие до замерзшие сосульки на деревьях вот эта визуальная информация вы сели за компьютер открыли пинтерест это визуальная информация то есть все что нас окружает по сути это визуальная информация почему говорят что ваше рабочее место должно быть организовано так чтобы она визуально вам вас удовлетворяла да поржите сейчас над словом вот и это важно потому что когда вы обращаетесь к тому как проработать стиль и все абсолютно вам говорят ну насмотренность да смотрите на там работы тех художников которые вам нравятся которых вам хочется быть похожим да это очень классно но дело в том что насмотренность это не совсем про выборку да вы можете сознательно выбирать любимых художников и смотреть что именно в их стиле вас цепляет и пытаться ну как-то переиначить это в свою работу но дело в том что насмотренность она она происходит даже когда вы ничего осознанно не делаете то есть достаточно чтобы работать над своим стилем окружить себя той визуальной информацией которая вам поможет и про что я я говорю про то что если у вас арт аккаунт в инстаграме например то соответственно в нем должны быть подписки только на ваших любимых художников ну условно либо просто на художников вы должны научить алгоритмы своих соцсетей давать вам визуальную информацию ними масики не там я не знаю и не тексты не какие-то рекомендации может быть огромных романов а именно визуальную информацию и в целом она произойдет само собой то есть если себя окружить правильной визуальной информацией то стиль вырабатывается самостоятельно для этого достаточно просто много гулять ну по возможности повторюсь у меня за окном дождь льет я сейчас погулял у меня дождь льет да то есть по возможности соответственно много гулять для свежего воздуха для того чтобы у мозга было много кислорода которым можно вот подпитать те части которые отвечают за фантазию и соответственно во всем виртуальном пространстве окружить себя той визуальной информации которая будет вам помогать в разработке стиля это причем стиль смотрите стиль это не только про линии стиль это в принципе про всю эстетику ваших работ про сочетание цветов про то как вы используете линии куда их вы ведете какие вы прически рисуете персонажем как вы сочетаете персонажа с его окружением да то есть это про все вообще ваш стиль он даже про позу вашего персонажа потому что я вам так скажу у художников у которых ярко выраженный стиль и здесь можно привести хотя было и что из таких прям ну прям очень известных у нее есть позы которые она использует и в очень легко можете сейчас открыть ее страничку да и посмотреть то есть большинство персонажей в очень похожих позах и это нормально то есть когда ты рисуешь для себя какие-то работы то ты ставишь персонажа ту позу которая тебе визуально приятно и это очень важно ну и дальше под после того как вы себя обставили визуальные составляющие да когда у себя организовали вот ваш идеальный пузырик в этом мире дальше только практика и опыт все как все что нужно для стиля то есть все что нужно для выработки вашего авторского стиля точнее знаете я даже не назвала это выработкой потому что ваш стиль он вас он вас сидит все что вы делаете вы усиливаете его и вот для усиления авторского стиля да то есть все что нужно это окружить себя тем визуалом который вам нравится а дальше просто практиковать его и все и с опытом ваш стиль будет становиться ярче ярче я точнее как более ярко выражен одну ярче условно и как бы больше ничего сделать не можете то есть ваш ваш стиль он всегда будет с вами он всегда с вами был и он с вами есть все что вы можете сделать это организовать те обстоятельства в которых он будет естественным образом усиливаться вот а так каждый уникален единственное что я могу от себя сказать да в завершении потому что я вам сказала все что я знаю на эту тему и опять же из личного опыта то есть мне нравятся достаточно теплые тона в моих работах мне мне сложно было рисовать например ту же чарли потому что у нее холодные тона то есть она вся в холодных тонах нарисована даже несмотря на то что у него как бы желтые желтые условно волосы они все мы в холодном оттенке желтого прорисованы для меня это немножко не моё то есть я себя окружаю теплыми тонами у меня вокруг меня вокруг древесина свечи не ну мне очень нравится мне близко вот это вот тепло от цвета и во всех моих персонажах насколько вы сможете увидеть там всегда есть уклон именно в теплоту оттенка и вот я это тоже приписываю к своему стилю поэтому ну но она постепенно вылазит то есть ты не можешь насильно за пять минут вытянуть из себя все что должно быть в твоем стиле она постепенно будет выползать просто дайте волю и все то есть это очень естественный процесс но я очень часто вступаю в дискуссии где мне кажется что люди искренне думают что его нужно как-то насильно провоцировать этот процесс на вытягивать из себя а на самом деле вытягивать из себя ничего не нужно она все само вылезет просто дайте волю себе дайте волю своим своей фантазии и в этом нет ничего плохого это очень классно можете можете в комментариях оставить свой опыт разработки стиля можете меня дополнить можете опровергнуть мои мысли в любом случае я вас жду в комментариях с вами была мантеич надеюсь вам понравилась иллюстрация и так давайте до следующего видоса